Лазарево-Субботу Произошло воскресение. Господь ввел из мертвых своего друга, праведного Лазаря. И подобному этому чуду Господь из-за разрухи и небытия, стараниями и руками тружеников и благодетелей, возводит из небытия и разрухи Николаевскую колокольню, главную святыню нашего города. И в скором времени она получит голос и будет возвещать на всю округу о своем воскрешении. И, безусловно, на Пасху мы услышим уже ее звон, и она возвестит всем о воскресении Господнем. Несмотря на то, что сегодня пасмурный день, у нас на душе радостно и солнечно, потому что мы сейчас присоединемся к крестному ходу и будем радоваться тому, как возражает наша именитая колокольня, звонницу, которую осветит наш Батюшка. Торжество федерального значения выпало на Лазареву субботу, когда православные верующие празднуют воскрешение праведного Лазаря, которого Христос вернул из мертвых. Благодаря этому, одному из наиболее знаковых чудес, совершенных Иисусом во время Его пребывания на земле событию, многие уверовали в Спасителя и Его удивительные способности. На данный момент видно уже наши работы, которые проведены. И скоро, надеемся, очень скоро у нас зазвонят колокола вовсю, будет освещение. Я надеюсь, веневцы оценят все правильно. И возрождение – это правильно на самом деле. Характерно, что русский народ, назвав ударную часть колокола языком, уподобил этим звон колокола живому голосу, говорил про теорей русской православной церкви за границей Серафим Слободской. Поистине, каким другим именем, как неговорящими устами, можно назвать колокольный звон? В дни великих праздников он напоминает нам о блаженстве небесном. В одни Страстной Седмицы напоминает о нашем примирении с Богом через Христа Спасителя. В одни же Светлой Пасхальной Седмицы возвышает нам о победе жизни над смертью и о вечной, нескончаемой радости будущей жизни в Царстве Христовом. Мы присутствуем при историческом событии. В Николаевской колокольне в городе Веневе возвращены колокола, которых не было почти 90 лет. И когда реставраторы интересовались, какие же они были, мы подняли всю историческую документацию в Тульском архиве, опись еще дореволюционную. И вот по этим цифрам, по этим данным колокола были отлиты в городе Тутаеве Ярославской области. Конечно, мы не знаем, какие точно были надписи на них до революции. Мы знаем, что там были как раз благотворители перечислены, фамилии купцов. Сейчас все проще. Там дата. Город Венев, Николаевская колокольня, 20-й год. Православные люди любят колокольный звон, потому что нет ни одного праздника, чтобы не радовал он сердца верующих, благовествуя о евангельских событиях. Сердце торжествует, эмоции просто переполняет. И сегодня мы пришли нашей дружной семьей на это историческое событие. Очень приятно будет, что из окон моего родного дома будут теперь видны не только все церкви, но еще и будут звонить колокола. Это очень-очень приятно. Всех с праздником! Освященные накануне вербного воскресения колокола Никольского собора Венева займут свое место в Великую Среду, чтобы уже на праздник Светлого Христового Воскресения наполнить округу радостным пасхальным благовестом. Светлого Христового Воскресения